приветствую вас дорогие друзья с любовью к вам владимира дзюба пусть бог благословит вас в этом дне знаете сегодня дни рождественских празднец я думаю что каждый прогрессивно продвинутый человек он празднует это событие и вот сегодня хочу взять историю рождественскую как за основу наверное того маленького откровения который сегодня хочу поделиться с теми кто стоит в утренней горнице кто бодрствует кто видит необходимость себе для себя в слове божий вот я сегодня взял рождественскую историю я знаю что большинство из нас мы уже прочитали неоднократно эту историю в евангелии и мы помним рождение нашего господа как это все произошло в определенный момент в определенное время в назначенное время может даже так правильно наш христос пришел на землю знаете если был сценаристом я писал бы сценарий я совсем бы другое место для него приготовил чтобы он пришел на эту землю в совсем в другое место но он родился в хлеву и написано мария его спеленала и положила его в ясли и хлевом всегда остань останется хлевом всегда будет запах всегда будет сырость всегда будет дискомфорт того хлева в котором находятся животные вот так получилось так вот получилось но я думаю что даже в этом есть промысел божий мы неоднократно разбирал разбирали эту историю и всегда бог показал какой-то образ и сегодня я хочу показать вот хороший такой пример для нас предыдущем ролике я говорил о том что мы есть дети божие знаете его точно так же и мы рождаемся мы появляемся духовно на этот в этот мир и сегодня каждый из нас мы как дитё мы тоже находимся в разных местах и может даже сегодня наша жизнь она напоминает тот хлев то есть то тот не то не какое-то не устройство чего-то может не хватает на мой взгляд то что должно было быть может тоже чем я сегодня связан она не впечатляет меня а может даже где-то и расстраиваться что не описано состояние иосифа не описано мари что они в этот момент переживали когда не нашлось места в гостинице единственное место день и могли остаться они могли остаться в хлеву но то что меня ободряет когда я смотрю на эту историю то что меня ободряет это то что бог в данной ситуации был обеспечителем для них вот точно так же и мы сегодня может мы испытываем какое-то лишение своей жизни но я вам хочу сказать благословение божье она уже в пути она уже в пути знаете иосиф с мария находились в хлеву и они даже и не знали что бог уже для них приготовил благословение как раз волхвы те кто несли благословение для них в то место там где они находились поэтому сегодня может и вы испытываете эту трудность этот дискомфорт своей жизни чем бы он не был связан с каким-то лишением я вам хочу сказать успокойтесь будь пребывайте там бог несет свое благословение для вас почему потому что вы точно такой же точно такое же любимое дитё как христос да точно так вы точно такое же любимое дитё и бог точно также желает заботиться о вас позаботиться о вас принести вам то благословение которое станет для вас огромным огромным большой большой поддержкой большой поддержкой я когда смотрю на эту историю мне кажется ну кто побеспокоился христе кто побеспокоился волхвы языческие ученые они побеспокоились иисусе вот точно так же я верю что и караваны которые сегодня придут помощь которые придут употреблять такой образ как караваны помощь которая придет она придет очень она приходит очень часто даже не от наших духовных соплеменников от верующих она приходит очень часто со стороны потому что бог он не ограничивается только верующими когда бог желает благословить он находит много возможностей и способов для того чтобы принести благословением нашу жизнь для того чтобы знаете как поддержать нас даже через это благословение принести какую-то поддержку поэтому я знаю что это время когда для многих будут открываться возможности не в церкви а будут открываться эти возможности где-то в светской жизни связано с работой благословение будет приходить через работу даже через неверующих людей потому что некоторые себя ограничивают в том что они верят о если ко мне благословение придет это я буду работать на какой-то у христи у верующего верующего начальника вот тогда будет для меня это благословение вас уверяю бог знает как принести это благословение для того чтобы и мы стали благословением бог знает как принести для нас благословение знаете когда волхвы они принесли это благословение для христа они испытывали радость они чувствовали что они выполнили возложенную на них на них Миссию даже до конца, не понимая, расставаясь с каким-то материальными ценностями, с радостью принесли. Вот точно так же будет и в жизни верующих людей. Поэтому стойте, доверяйте Богу, помните, что вы дитя Божье, о котором Господь желает беспокоиться. Пусть Бог благословит в эти дни. Христос народился, славим его. С миром Божиим. Аминь.